Пришел тот момент, наконец-то, наконец-то, когда в рамках лучшей фантастики какого-то года я буду рассматривать две премии, Фьюго и Набилу. Наконец-то вторая догнала первую и вышла. Я думал, легчайший, легчайший видос будет во многом потому, что победитель в том году Дюна Фрэнка Герберта. А я рассказывал о Дюне уже трижды, когда говорил о фильме, когда говорил о своей любимой научной фантастике и в целом был большой видос по циклу. Но все же это как-то более сконцентрировано, первая книга. Думал я, но я помню, помню все претензии, я опять перечитал их, претензии плюс-минус те же. Однако же, кто же знал, кто же знал, оказывается, премию Фьюго в том году выиграла целых два романа. Поэтому я все-таки думал записывать в один заход, но я буду записывать в два захода, поэтому какая-то обстановка может немного отличаться. Просто чтобы в кашу все не превращалось и ощущения от прочтения книги были более свежими. Так что приветствую на канале, это Тим и я люблю Дюну Фрэнка Герберта и как же у меня от нее горит. Первая книга, пожалуй, лучшая, лучшая, лучшая. Итак, без предыстории мира, без чего бы то ни было, взглянем чистыми глазами, я буду делать оговорки в тех случаях, когда какие-то претензии снимаются. В силу того, что книга рассматривается вот как она вышла. Конечно, полностью абстрагироваться от знания сюжета цикла невозможно, но все же я постараюсь в какой-то степени делать некоторые оговорки. Часть претензий снимется, так или иначе. Что ж, что ж, начинается все довольно интересно, интересно. Пол, Атрейдис чувствует грядущую бурю. Ибо в далеком мире будущего, в мире, где есть не только война, но и много всякого разного другого. Прежде всего, разврат, коррупция и полный идиотизм, но об этом чуть позже. И император говорит, слушай, слушай, слушай. Вот тебе, вот тебе, самая-самая ценная планета. Арракис. Самым чудо-веществом волшебным, которое ее лечит и замедляет старение, и вызывает привыкание. Благодаря нему весь мир вертится и навигаторы путешествуют сквозь пространство. То есть, ну, самый-самый ценный ресурс. И все в курсе, что это ловушка. Буквально вот все. Пол такой, а, ну, Пол только не в курсе, он мелкий. Скажет, что, как, зачем, почему? Ну, все знают, все знают. И никто ничего не делает в связи с этим. Это ловушка от злеющих врагов, слэш, родичей, Харкононов, конкурирующий дом. И от императорского дома. Все даже в курсе, что императорские войска, элита, сардоукары, тоже нападут на Атрейдисов, на той далекой планете, и будут они в доспехах Харкононов. Харкононов. Все знают, все все понимают. Но идут на это. Никак не пытаются сопротивляться. Просто потому что. Мы шла... Ладно, ладно, предположим, предположим. Даже преподобная мать. Ордена Бенегессер говорит Полу. После того, как тот проходит испытание. А, слушай, твоему отцу конец. И тут самое время задаться вопросом. Почему они не забрали Пола? Окей. Пол. Это результат. Пусть мать Пола накосячила. Она должна была родить дочь. Потом объединить с племянником Харконона. И появится избранная, да? Но так или иначе. Пол. Результат. Многотысячелетний. Селекция. Да, он не единственный вариант. Но один из небольшого количества. Элита элит. И, в принципе, логично и разумно было бы просто, ну, забрать его. К себе искать. Слушай, если все будет в порядке, мы его вернем. Если отрядицев истребят, ну, хотя бы присмотрим за ним. Мы этого не делаем. Почему-то. Да, можно придумать еще оправдания. Но, так или иначе, Бен Гессерит просто отмахиваются от этого. И впоследствии, и впоследствии. Барон даже такой, ну, слушайте, слушайте. Я не могу напрямую убить дяди Джессику и наследника. Поэтому, все-таки там, при императоре, это видящая правду, из этих ведьм, Бен Гессерит, надо, надо сделать так, что я не при делах, но они умрут. Конечно, конечно, весь план, весь план Барона рушился об один простой момент. Если бы у него спросили не ты убил, а ты оставил их смертельной опасности, ты напрямую повлиял на их смерть. То есть, что-то, что-то чуть более наводящее задали, если бы задали. Но, но, в этом случае, как и во многих других, персонажи продумывают какие-то хитрые планы, очень к чему-то сильно готовятся. Но это вообще ни на что не влияет. Это тот самый случай. Но в моменте, в моменте, когда они должны были подготовиться, когда они знали об опасности, они не делают ничего. И в этом суть моих претензий. Не только в этом, но все же. Потому что, смотрите, смотрите, пребывают уже на планету. И все начинают рассуждать, думать, а кто предатель-то, кто предатель? Кто предатель? Вот. Нам сразу же дают понять, что предатель это доктор. Бл***ь Джессика, наложница, не жена, но мать Пола, наследник. Болтает. А как он Харконов-то ненавидит? Жену, значит, его, да? Она же тоже была в Веногесере. Внезапно она пришла к этому выводу. Он ненавидит Харконов. Ладно. А кто может быть предателем? И там даются всякие ложные намеки на то, что Джессика предательница и ментат, очень-очень старый. И, видимо, поэтому дик тупой. Да, ментат это, кстати, живые компьютеры, логики такие, гении, мастер-майнды. Ну, этот очень-очень тупой. Невероятно. Запредельный. И не только он. Второй тоже, который на Харконов работают. Искаженный, шезонутый психопат-убийца. Доктор выбил, кстати. Такой же, довольно-таки дупой. И в ненужных местах, думаю, еще слишком много. Итак, итак. Значит, уже подозрения в сторону Джессики достигли своего апогея. Она приходит к ментату. И такая, ты ошалел, ты сошел с ума. Как я могу предать своего любимого мужчину? Отца своего ребенка. И своего ребенка. И вообще, я владею голосом. И показывает владение голосом. Мы, если знаем, типа, и умеем то, что вы не можете себе представить. Он такой. Ну, ну и что? Все равно ты, ты женщина. И кто вообще знает? Да, ты могла убить Герцога в любой момент. Но кто знает, какие там планы у Харконов зловещие? Нужно же прям поболезненнее уда... Считаешь, думаешь, да бред какой-то. Он такой, ну слушай, ты не можешь быть предателем. Доктор не может быть предателем, потому что он ненавидит Харконов. Я это видел и думаю... Стоп! Стоп! Но ведь это не взаимоисключающие вещи. Мы часто ненавидим тех, на кого работаем. Так уж жизнь складывается, да? Если ты делаешь что-то подневольно, если ты прямо вынуждаешь что-то сделать, это тем более заставляет ненавидеть человека, который принуждает тебя к тем или иным действиям. Ну, это не очень большая логическая ошибка. И далее она говорит. Это не могут быть офицеры какие-то. У кого-то просто недостаточно там полномочий. А прочие, они же, они же это... Их предки три поколения или сколько-то там служили отредисом, так что они не могут быть предателями. Опять же. Одно не исключает другого. Очень странная, банальная, логическая ошибка. Да знаете, как покупать апельсины на протяжении некоторого количества лет и все нормально каждую неделю. Но разок вот съел, вкус был странный, траванулся. И ты говоришь, а это не могут быть апельсины. Я же ел апельсины на протяжении нескольких лет и все было нормально. Значит, это не они, а что-то другое. Возможно, это заговор и меня тайком кто-то отравил. Но в этом нет никакого смысла. Опять же этот. Тоже рассуждает ментат. Но это точно не я, да? Это там не Гурни Халик. Он ненавидит Харкона. Найдаха, наш мега избранный. Супер гига чат, от которого все женщины текут. Но это в последующих книгах. Больше будет заметно. Это не может быть доктор. Ну, скорее всего доктор. Но это не может быть доктор. Потому что, ну, как так? Их же там выращивают, воспитывают определенным образом. И без каких бы то ни было подробностей. Опять же, барон потом продумывает. Ага, я сделаю вид, что у доктора были поддельные документы. Вот это вот все. Постелю соломку. И опять же, это ни на что не влияет. Никто не проверяет данные доктора. Всем просто настолько настроен, насколько вообще возможно. Моменты, которые персонажи продумывают, но они вообще не играют никакой роли. Подробности это хорошо, но излишние подробности заставляют задаваться множеством различных вопросов. А потом чуть позже. К сожалению, многие подробности, которых не хватает, тут упущены. Опять же, опять же, если, предположим, каких-то докторов определенным образом воспитывают, чтобы они не предавали своих нанимателей, думая, что, а когда они меняют наниматели, что ли? Там один наниматель на всю жизнь или они никогда не могут предать нанимателя? А если один наниматель, есть второй наниматель или может быть только один наниматель? И как вообще статус нанимателя определить? Очень, очень сложно. Но так или иначе, это определенное психическое воздействие на сознание. Если кто-то может поставить блок на предательство, логично предположить, что они могут этот блок на предательство снять. Да? Да? Но нет! Нет? Нет. Просто все игнорируют этот момент. Всем глубоко плевать. Окей, ладно. Дальше что? Дальше, после уже предательства доктора, этот ментак прям становится на 100% уверен, что предательница Джессика. Почему? Потому что барон ему потом сам сказал об этом. Предательница Джессика. И он такой, а ну да, бабы, кто знает, что у них на уме. У, сволчи. И далее этот персонаж в принципе должен был умереть, потому что после он был абсолютно бесполезен на самом деле. То есть, барон его к себе принял. Тот такой, да, точно, я буду работать над того, кто уничтожил семью, которой я был верен на протяжении, если тоже трех поколений. Думаешь, а что? И барон такой, ну у меня мента-то нет, тот помер. Возьму к себе этого. Плевать. Полезным инструментом будет. Почему-то. Он не будет пытаться отомстить. Он не будет пытаться убить. Он не будет пытаться навредить. Пытается, я разберусь. И да, все, все, что делает этот преданный от Трэдиса ментат, недалекий, тупой, который вначале проморгал покушение на поло, потом потратил кучу времени на то, чтобы заподозрить Джессику, и все. Мы не видим никаких выдающихся качеств. Хотя, этого ментата постоянно хвалят. Что он сделал? Что он сделал? Вначале он не убил племянника барона. Хотя мог это сделать. Потом он спас жизнь барону. Хотя мог просто позволить ему умереть. А что он сделал после этого? Ну, сдох. Все. Мастер! Мастер полезностей! Очень опасный ментат! Выдающийся! Гений! Мастер логики! Ух ты! Как кринж! Жуткий кринж! Но не такой, как связанный с бароном. Потому что, во-первых, слишком много внимания уделяется Харконнадам. И это бесполезно. Слишком много мыслей внутренних каких-то барона. И это бесполезно. Слишком много каких-то идиотских планов у барона. Каких-то подстилок, которые он подстилает, которые он использует. О! А вот если говорящая правду вопрос. А вот если то? А вот если это? И все это бесполезно. И планы у него. Один охренительный другого. Человек такой. Так, ну я отдам, значит, отдам Аракис своему ментату. Он будет злым. Все его возненавидят. А потом я поставлю своего племянника и его полюбят. Думаешь? Нет. Люди на Аракисе ненавидят Харконнана флюта. Если Харконнаны будут вести себя еще хуже, их будут ненавидеть еще сильнее. Если придет другой Харконнан, который будет вести себя не так ужасно, ну его все равно будут ненавидеть. Потому что, ну, он как бы принадлежит к той же фракции. Сменили администратора. И все. Не более того. Но, в мыслях Барона, ну, ладно, ментат умер. Пошлю своего племянника, который раньше там был. Он будет лютовать. А потом я пошлю другого племянника и его точно полюбят. А еще, а еще он станет императором. Как? Опять же, нас не погружают в данные книги, в данные планы. Но Барон такой, ну, смотрите, смотрите. Вообще же, после того, как отредисов истребили, все же будут бояться, что вот и на них тоже когда-то СРДУКары спустят из небес, всех вырежут, все дома поодиночке уничтожат. Я объединю их под своим началом. Думаешь, точно, точно, точно. Барон, вы видите такой, слушайте, слушайте. Отредисов уничтожили я и император. Если вы не хотите, чтобы император убил и вас, давайте объединимся против него. Под моим началом, кстати. Да, ведь Харконнаны абсолютно надежны и вовсе не психопаты и показали себя как те, кто не убегут из битвы. Собственно, из-за чего конфликт и случился между Харконнанами и Атрелисами. Кто-то из Харконнанов давным-давно дезодриснул просто от страха и все. Думаешь, ну, лучше как бы император-абсолютист, чем вот эти психопаты-извращенцы Харконнаны и нам постоянно показывают и рассказывают, что у Харконнаны злые, у Харконнаны извращенцы. ни одного положительного персонажа, даже там третистепенного, который бы служил Харконнаном, нет. Даже Пол немножко с гнильцой и Джессика. Только потому, что они отчасти Харконнаны. Это тоже так выбивая. Все. Предательство случилось. Пол с матерью идут по пустыне. Кстати, само собой, солдаты Харконнанов хотели взять Джессику силой, потому что но что еще может сделать тридисортный безликий злодей, как не попытаться взять силой одного из ключевых персонажей. Как бы, И главный герой приходит на помощь и спасает даму в беде. Правда, это его мать с одной стороны, а с другой стороны, как бы всякое бывает. Все-таки дети Пола женились друг на друге. То есть, формально, но все же. И Пол такой, а, кстати, мамка, мамка, а мы Харконнаны? Барон, кстати, твой отец, мой дед. Я, кстати, всех одолею, да-да-да. И он прям знает сюжет, знает сюжет. Еще одна тупая довольно-таки вещь. Присоединяются уже к Фриманам. Обитателям пустыни, силе пустыни. И главный герой такой, ой, да, там случится великая священная война, я стану религиозным лидером, я этого не хочу, но что ж поделать? Он прям отказывается от своей роли. Он даже спойлерит матери, что нет, я не вязаться в дырах, не тот, кого вы пытались вывести, но я семя. Я прям намек, что его сын будет, на самом деле нет. Он будет. И его злой клон, на самом деле нет. На самом деле это будет подвергнутый бесконечной репликации Дунка Найдаха, который вспомнит весь свой миллиард жизней. И каким-то образом это даст ему всемогущество, забейте, неважно. Спойлер, кстати, плевать. Окей. В чем проблема? Проблема в темпе. Нам в начале постепенно, очень медленно, хорошо разжевывают. Быть может с ненужными подробностями, быть может с очень странными охренительными планами, но предположим, однако внезапно случается таймскип. Таймскип, о котором никто не просил и который не был нужен. Фактически Пол и Джессика приходят к Фриманам, только становится частью племени, потом бац, пол, самый главный. Все Фриманы так или иначе начинают ему подчиняться. Конечно, да, там какая-то религиозная подоплека, но опять же, я говорил ранее и скажу сейчас. Вместо эпизода с охренительным планом очередным барона, или история о том, что смотрите, племянник барона, в подставном бою участвует, или смотрите, племянник барона подложил под барона мальчика, который бы убил барона. Но ментат предупредил Харкона, а тот выжил. И барон-племянник такой, слушай, я тебя сделаю всем, кем только хочешь, просто подожди, ты еще не готов. Ну ладно, не буду пытаться убить тебя. Думаю, что надо защитить. Просто трата времени. И нам абсолютно, не объясняют, почему барон хочет подчиниться своему племяннику и сделать его императором и быть его правой рукой, а не самому стать императором. Его просто готовить, как при... неважно, забудьте забить. Окей. Окей, 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 окей. Таймскип. Пол становится главным фрименом. Потом еще небольшой такой таймскипчик. Пол уже становится супер-мега-гига-пророком. И он такой, кстати, император-то прилетает с армии Харконнона. Будет большая битва. И очень быстро там пара глав армию Харконнонов выносит, армию императора выносит. Между делом умирает первенец Пола. Там буквально описывается помехи, помехи, сын наследника отра... убит, съечи, нападение про... И Пол такой, ну блин, окей, помер и помер. Встречается со своей женщиной такой, печально, конечно, что наш сын сдох, но не парься еще будут. Что? Ладно. Ладно. Пол уже продумал взять себе в жены формальную принцессу, а его женщина такая, чайник, ну конечно, сейчас-то ты говоришь, что просто формально, но такая красотка. И Пола лучше бы ее в итоге грохнуть после брака через некоторое время. Потому что ну чайник из-за нее в итоге умерло. Ну и в последующих книгах забудьте забить. Окей. Что происходит? Пол такой, слушай, слушай, император, ну давай, мы тебя победили, подчиняйся. Этот племянник Харкона вызыва... Я говорю племянник, потому что у него имя такое встратое. Фейтраута, Фейтруата в разных переводах. Ну знаете, как Пол, Паули, Атрейдис, Атридис, вот эти вот трудности перевода. Знаете, как-то стоит ММ, стоит ХММ, Йохансен, Джохансен, Йохансен. Жесть, да? Вот. Он сражается, побеждает. Там еще граф, который не доделан, этот, забейте. Хотя, впоследствии нам скажут, что он покушение на Пола совершил. Кстати, благодаря крови на его кинжале потом злого клона Пола вырастет. Вроде злого, а доброго из запасов Лейлаксов вытесчет. Вроде бы так. Вроде бы так. Не хочу пересчитывать. Но парочку придется, потому что вроде пара книг еще Хьюга получит. Что ж, появляются члены корпорации, да? ответственные за перевозки. Совет. Самая могущественная организация. Пол уже там с оператором. Договорился, вышел на контакт. Ему говорят, ну слушай, 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 сейчас ты пол в курсе. Все дома слетелись к Аракесу. В принципе, вот тут на низком старте ждут. Потому что пока там Атрейдисы с Харкунанами с Императором можно что-то с этого поиметь и пока все стороны ослабели даже их заклевать. Аполл такой, не-не-не-не, слушайте, вы мне все подчинитесь и вот почему. Я могу уничтожить все запасы пряности. Да нет. Аполл такой, да-да. Это еще одна из моих претензий, потому что ну как так? Это большая пустынная планета. Очевидно, какие-то известные месторождения разведаны. Но дело в том, что уже в первой книге очевидно указывают на связь между червем и пряностью. То есть понятно, что и черви перемещаются, если в одной месте пряность выработали, в другом она может в итоге появиться из-за червя, так или иначе. Но был такой не-не-не-не, я могу все уничтожить. Такие, окей, ладно, ведемся на это, сдаемся. Вместо того, чтобы уничтожить шантажиста, они ему подчиняются, потому думаешь, а зачем ему тогда брак с принцессой? Он же уже пошантажировал все эти дома, пошантажировал, ну, прежде всего вот эту гильдию навигаторов этот совет так или иначе затронет. Зачем ему этот брак, чтобы себя легитимизировать? Не, ну, формально можно, но это выглядит, во-первых, излишне, во-вторых, как он, блин, в конце концов мог уничтожить все запасы? Он, конечно, говорит, ой, слушай, размести над запасами вот эту вот воду, которая может уничтожить спайс, окей, пряность, спросите, боюсь за спайс, меня забанят. Почему? Как? Да, впоследствии, впоследствии, мы поймем, что это невозможно было сделать, потому что нужно уничтожить весь цикл, нужно уничтожить абсолютно все запасы пряности. Даже те, которые в теории могут быть очень-очень глубоко, нужно убить всех червей, что, ну, довольно затруднительно сделать, особенно гигантских, плюс, даже, когда планету впоследствии подвергли экстреминатусу, черви-то выжили. Часть. Они просто очень глубоко-глубоко закопались, и все. И кто знает, сколько там глубоко-глубоко пряностей. Конечно, можно предположить, что навигаторы из-за там способностей пола, они что же, видят будущее, не хотели рисковать, потому что пол тоже там прыгает по всем этим вариациям, смотрит, пытается что-то сделать, что-то придумать. Можно предположить подобное, и даже такое говорится, что будет притянуто за уши, и риск определенно того стоил. Во многом, потому что все эти дома потом вырежут, пол навигаторов, особенно его сынок, поимеют, так что, ну, такое, такое, дырявенькое довольно произведение, а главное, помимо того факта, что очень много вопросов к нему, почему все эти дома смотрели на то, как-то Трэвисов выпиливают, да, да, в другой книге сын Герберта два следа спустя что-то там придумал, что-то написал. Еще вопросики, например, в одном из предисловий там, это вроде как жизниописание, пол, молоди, избранного говорит, что император, короче, смотрел на портрет герцога и говорил, слушай, дочка-то, будь вы одного возраста, было вообще отлично, вообще отлично. Кстати, занятный факт, во всех экранизациях император старенький, а так описывается, что ему было 70 с копейками лет, но выглядел он лет на 35. Так что, но с другой стороны, люди постарше выглядят под царством. Не знаю. В экранизациях пришлось бы просто ненужное объяснение добавлять. Думаешь, то есть он хотел объединить свой дом с домом от Рейдисов, но у него же была дочь, у герцога был сын, почему он не... А не важно, а забудьте, а забейте. Это вообще небольшая пометочка в начале одной из глав. не суть. Итак, главная проблема, я отвлекся, это чудовищно сбитый темп. Чили таймскип непонятный. Опять же, вместо каких-то подробностей про Барона, про... вот эту всякую хрень, вместо того, чтобы показывать какие-то Харконнаны ой-ой-ой, злые, нехорошие, можно было бы добавить небольшую главку о том, просто на пару страниц, что Пол пришел на собрание всех этих фрименских племен, показал свои способности, они начали ему в ноги кланяться как избранному и все. Вопросов было бы гораздо меньше. Из-за вот этих вот очень-очень странных таймскипов проблемки возникают. Ладно. И опять же, опять же, смотрите, когда Пол выпивает эту каплю воды и видит чудо воды, осуждая, кстати, вещества всякие, и видит все там миллионы жизней, нам это, нам это не показывает. Нас просто ставят перед фактом. А, кстати, говорит женщине Пола, его мать, Пол, короче, себя плохо чувствует, в кому впал. Ты давай приди, потыкай его палкой, может он и очнется. Она походит, тыкает, Пол просыпается и такой, женщина, я видел то, что вам, люди, не снилось, вот эти вот лучи. Си лучи, тангейзер, и все это уйдет, как слезы после дождя. Под дождем. Не важно. Разные переводы. Ты думаешь, а можно как-то показать, как Пол решился на этот шаг? Как он сомневался, как боялся все-таки пойти по пути, вызвав эту массовую резню. Эти миллионы религиозных фанатиков, зеленое пламя завьется над всем человечеством. Не-не-не-не. Надо просто ставят перед фактом. Он такой, ну да, что-то там видел, да-да-да, ну да, принял эту каплю, ну, всякое бывало, забудьте, забейте. Что ж, при этом я люблю Дюну. Правда. Очень хорошая книга. Я получил удовольствие, читая ее. Горел местами сильно. Потому что, как уже отмечал не раз, чем лучше произведение, тем сильнее видны изъяны. Потому что, ну, ты смотришь на что-то, и это кусок говна, и тебя, в принципе, претензий нет, да? Если ты видишь драгоценный камень, и это трещинки, вкрапления, заметны. как нигде и никогда. Что ж, как-то я сильно растекся. Аж на полчаса, а ведь будет и вторая книга. Она гораздо короче, в три раза меньше. Дюны. Я пока прочитал процентов 10-15, но для меня-то пройдет несколько часов, может, даже и день, и для вас всего пара мгновений. Ох, знаете что? Относительно этого бессмертного, желязный, я многого не скажу, потому что это вообще что было? Книга небольшая, не знаю, в раза 4 меньше, и дюны. Едва ли даже роман, скорее повесть. И я решительно не понимаю, за какие такие заслуги ей дали вторую премию за год. Знаете, я бы понял, если бы, например, в один год вышел Гиперион Дэна Симмонса, который я очень люблю, и Дюна, который я тоже люблю, но у нее куча недостатков. Я бы мог это понять, что вот прям такая же... А тут в чем дело? Возможно, имелись какие-то причины, я не знаю. Желязный мне вот так до сих пор не зашел. Может, я что-то не нашел пока что от него. Ладно. Смотрите, в чем дело. Значит, далекое будущее. Люди почти полностью уничтожили себя в ходе ядерной войны. Классика, да? Как-то худо-бедно начали жить в Средиземноморье, потому что там наименьшие эффекты. Но тут прилетели пришельцы с веги. Веганцы. И тут прям ассоциации с веганами. Да-да-да. Неизбежные. И, значит, начали относиться к людям не как завоеватели, а скорее как такая превосходящая раса, снисходительно смотрящая на этих варваров, которые уничтожили сами себя. Многие люди, даже условное правительство земли на веге, изначально начали строить курорты для пришельцев скупать землю, но там появилась организация, которую, кстати, несколько сотен лет назад основал главный герой Конро, грек. Но не вышло, не получилось, поэтому на землю в целом прилетают, чтобы посмотреть, что, как там, понаблюдать на всякие исторические памятники, посмотреть на условную дикую природу, потому что мутаций всяких разных произошло немало. и возможные изменения в главном герое. Тот факт, что его возраст застыл где-то между 20 и 30 годами. Он внешне выглядит так, хотя очень специфичное внешнее. Глаза разного цвета, носит ортопедическую обувку, одна нога, короче, другой, еще грибок какой-то на лице, напоминающий по форме Африку. Прям такой сик. Такой сик. Вот. Многие люди живут в цивилизации Веги уже далеко-далеко. Не земляне. Было движение, собственно, эта организация пыталась вдохновить людей на то, чтобы они вернулись на свою планету, начали ее осваивать, отстраивать, но не получилось, не фортануло. Сам главный герой СМИ уже множество личин. Сейчас он глава, ну, можно сказать, такой, вроде как официальной организации, занимающейся туризмом, присмотром за памятниками, и начинается все с того, что ему, молодожену, кстати, его же на Кассандры, и да, греческого, всякого разного, очевидно, тут будет много, и да, это Кассандра, которая будет делать пророчество, чуть-чуть совсем, но настоящий пророк это Ессон, 100 плюс летний, не прошедший процедур по омоложению, сын Конрада, который выберет стар своего отца. Там главного героя, что там, про правнуки, ну, вообще, плевать он. Как с этим не связано? Случайно проговорился жене, что чуть старше и свалил, потому что вызвали на работу. Он сам все так организовал, что на самом деле ему не надо особо работать, принимать какие-то усилия, механизм, работают. Но тут какой-то важный пришельц пребывает, надо разобраться, в чем дело. Главный герой не понимает, в чем дело. Сразу же, ну, довольно скоро, осознает, что есть два агента от этой вот созданной им организации, которая все еще существует, но он ушел от дела. Его старый друг, поэт, не с земли, но все же когда-то талантливый, сейчас, ну, более-менее, это уже подчет на лаврах. Старый знакомый убийца Хасан. Ой, да, опять отсылочки, Хасан, убийца, старик под горой, ассасины и все такое. Еще какие-то знакомые и пришелец. Пришелец, вроде как, пишет книгу. По ходу сюжета главный герой понимает, что этот охранник, который убийца, хочет избавиться от пришельца. потому что пришла какая-то там телеграмма, письмо, послание от спящих агентов, что, мол, нельзя позволить ему вернуться. Главный герой такой, нет, не хочу, в чем дело, вы не объясняете, в чем суть. Он вроде как пишет книгу какую-то, художественную, непонятно. Но почему-то хотят убить. И тут просто между делом, между делом, извержение вулкана, землетрясение, катастрофа. Жена главного героя умирает, он такой, болен, болен, впал в ярость, начал всех калашматить, кого-то прям жестко-жестко бил, будто антея. Потом оказывается, что это голем. О, опять, понимаете, отсылочки, отсылочки, да, уже к еврейской мифологии. Окей, но там было что-то сломано. Это такой мощный тренировочный манекен, но главный герой забил его, потому что он вообще мега-мега крут, очень сильный физически. По сути, пик того, что может достичь человека даже чуть больше. Ну, так точно поделаться. И да, тут, например, есть сатиры, которые выглядят прям как мифические сатиры. И главный герой им даже на флете играет и они танцуют. Ну, просто вот как так совпало. Еще и скентавры упоминаются, а еще огромный-огромный такой размером со слона боров. И опять же, напрямую вспоминается один из подбегов Геракла. Кстати, Борова убивает в самом конце жена главного героя. Ага, да, кстати, она на самом деле выжила. Она просто приплыла на лодке боров нападает, она такая бах, обшмаляла его из ружья. Ощущается точно так же бессвязно, хаотично. Они путешествуют что-то по Египту, а потом бац, в Грецию. И в Греции уже главный герой думает, а как вот мне с этим убийцей-то справиться? Как он даже говорит этому пришельцу? Убить тебя хотят, может будешь поосторожней? А, кстати, главный герой телепат, и это ни на что особо не влияет. Просто телепат и все. Среди пришельцев много телепатов, а главный герой телепат почему? Да забейте мутации. И, кстати, да, появляется внезапно, внезапно, когда главный герой все-таки решает устроить официальную дуэль с помощью прощи, и таким образом внезапно, что он, высшая боевая сила в отряде, что убийца Хасан, становятся не очень эффективными, на них просто нападает дикое племя полумутантов, которое возглавляет разумный какой-то мутант. Там еще есть доктор, который прилетел, тоже с другой планеты, антрополог, просто решил устроиться на работу в этот вот департамент, который возглавляет главный герой, но вакансии не было, он такой, а пойду тогда в племя какое-нибудь, супер отбитое, кровавое племя каннибалов, и он накинул им идеологии, всяких безумных ритуалов, и такой, ааа, круто, я теперь с ними. Опять же, рандомно, рандомно, и он там вырастил какого-то тоже огромному мутанта, заточил ему зубы, такой, ой, это вампир, вампир, бессмертный, на самом деле, вампиры тут тоже есть, но это не то. Вампиры, это скорее такие паразиты, не очень опасные, плевать. Хасан убивает этого. Главный герой хотел сражаться, но Хасан убивает этого гиганта. Еще внезапно по ходу дела помирает лидер племени. Реально внезапно. Там большая часть людей сбежала, остался Хасан и главный герой. Их там связали и ведут куда-то, куда-то. Кстати, недалеко место полная радиация. Их там связывают, говорят, ну, помретесь тут. И внезапно лидер племени не умирает. Этот сумасшедший антрополог, о, все, теперь я буду главным. И на протагониста так нажим, ага, ага, сейчас буду тебя убивать. Но внезапно из ниоткуда выпрыгивает огромный пес. А, кстати, да, по ходу дела нам просто пробрасывают. У главного героя был огромный пес, 250 кило. На нем даже ездить можно. Тоже, видимо, какой-то странный мутант, которым главный герой сошелся. Сын говорит, а, слушай, собака вроде твоя жива, ищет много лет. Да? Так померла вроде, ну, ладно, жива, жива. Так вот, собака просто из ниоткуда выпрыгивает, убивает этого сумасшедшего доктора. Потом из ниоткуда выпрыгивает Сайтир, помогает освободиться, главный герой освобождается, они все объединяются. По ходу дела, тот старый друг, который поэт, он просто умирает, его хоронят, и главный герой решает все-таки спасти жизнь этому пришельцу. Не дает, опять же, абсолютно случайно, рандомно Хасану его убить, потом читает записку, и оказывается, оказывается, что пришельство на самом деле умирает. Это просто такой, знаете, широкий жест, несколько артистичный, потому что ворода у них так принято, и в целом пришельцы не хотят мешать людям. Он, собственно, и приехал для того, чтобы посмотреть и проверить главного героя, потому что он тоже так чуть-чуть в курсе был относительно того, что это некий бессмертный, и опять же, никто не пытается выяснить, почему он бессмертный, как это работает, просто видим какая-то мутация или нет, или забейте, забудьте вообще. И что происходит? в итоге землю всю выкупают глава одного из сильнейших домов, пришельцев, которому этот турист принадлежал, и просто всю планету переписывают на имя главного героя, теперь он хозяин земли, земля будет постепенно восстанавливаться под его властью. Я читаю все это, опять из стороны в сторону меня шатает, потому что написано-то в целом нормально. Да, это всегда видно вне зависимости от перевода, если он не слишком хорош или плох. написано, хотя я привык к машинному переводу так, написано нормально, да, но событийный, это какой-то гребаный хаос, то есть в любой момент из ниоткуда может выскочить кто или что угодно, все изменить, а потом выскочит что-то еще и отменит эти изменения, или тоже изменить, но в другую сторону, просто и вот это получило премию в один год с Дюной, по сути, это должна быть очень-очень такая плотненькая борьба, знаете что, знаете что, если взглянуть на победителя Недула, я вот прямо сейчас взгляну, если взглянуть на шорт-лист, там этого романа даже нет, кто там, Бироуз, окей, аж две работы Филиппа Дика, уважаемо, Клиффорд Саймак, знакомая, я вот даже смотрю на следующий год, там тоже два победителя у Небилла, это в Вавилон 17, которым уже был отдельный видос, поэтому я не стану рассказывать, и цветы для Элжернона, еще в шорт-листе Луна Суровая Хозяйка, которая выиграла Хьюга, я смотрю и вот это, вот это выглядит как что-то прям ну да, сравнимое, цветы для Элжернона хороши, Вавилон 17 как первое произведение о корабле покорения заслуживает внимания, Луна Суровая Хозяйка действительно хороша, это пожалуй первый роман Хайнлайна, который мне прям по-настоящему понравился, а тут я не вижу причин вот почему, я почитал отзывы современников и кто-то прям похвалил, а кто-то обрушился с критикой что-то сделал, а отсылки непонятные, непонятно зачем нужны, так, довольно-таки очевидные, просто сюжет довольно слаб, я в замешательстве, если честно, может сыграло роль имя автора, железный, это вес в научной фантастии, да и фэнтези, не суть, но мне прям не зашло, безусловно, я бы сказал, пишите, что думаете вы, но это что-то, это такой безвкусный байт на комменты, поэтому, пожалуй, у меня все, подписывайтесь на канал и пусть и спасибо за внимание и пока.